приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам традициям и обрядом на 3 июля поговорим о том какой сегодня церковный праздник какой почествует икону божьей матери а также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать прямо сейчас друзья ставьте лайк таким образом вы помогаете нам продвигать это видео но достаточно важное и интересное также друзья подписывайтесь наш канал если вы считаете важным и нужным и также всех хотим поблагодарить за донаты друзья нам очень очень приятно 3 июля православная церковь почитает священномученика мефодия епископа потарского потара это древний ликийский город расположенный на берегу средиземного моря в малой азии мефодий был известен своими своим подлинным иноческим смирением и кротостью он тихо и спокойно наставлял свою паству но с твердостью и решимостью боролся с ересями отстаивая чистоту православной веры в 312 году святитель был схвачен язычниками и приговорен к смертной казни через усекновение главы священномученик мефодий жил малой азии в 3 4 веках он рано принял крещение вскоре после этого посвятил свою жизнь иночеству его духовная стойкость и ангельский характер привлекли к нему многих последователей мефодий был избран епископом потарским где продолжил свою деятельность по укреплению православной веры одной из главных задач епископа мефодия была борьба с ересями особенно с учениями оригена которые противоречили основам православия мефодий не только обличал еретиков но и активно разъяснял своим прихожанам истинное учение церкви его проповеди и нравственные поучения были полны любви и заботы о душах людей что делало его любимым и уважаемым пастырем мефодий был схвачен язычниками за свою непреклонную веру и преданность православию его подвергли жестоким мучением но святитель не отказался от своих убеждений 312 году его приговорили к смертной казни и эта трагическая смерть только укрепила память о нем среди верующих и сделала его символом стойкости и верности православной вере священно-мученик мефодий оставил после себя богатое литернатурное наследие мефодий писал о важности духовной жизни и моральных ценностей призывая своих последователей к благочестию и добродетели своих произведениях мефодий защищал христианство опровергая языческие учения и показывая превосходство христианской веры он занимался разъяснением и интерпретация библии помогая верующим глубже понимать священные тексты мефодий активно выступал против юридических учений обосновывая истинность православных догматов и опровергая ложные толкования священно-мученик мефодий оставил глубокий след в истории православной церкви его труды продолжают изучаться и ценится за их духовную глубину и искренность его жизнь и мученическая смерть служит примером верности и стойкости для всех христиан память о священном ученике мефодии его подвигах и наследии перед нам через его труды продолжает вдохновлять верующие на духовные подвиги и укрепление вере почитание его памяти 3 июля является важным событием церковном календаре напоминаю о значимости духовного наследия и стойкости в отстаивании веры также 3 июля православная церковь отмечает день честь модернской или косинской иконы божьей матери этот праздник посвящен одной из чудотворных икон пресвятой богородицы которая прославилась многочисленными исцелениями и чудесами модернская икона почитается верующими за ее благодатную помощь в самых трудных жизненных ситуациях модернская икона божьей матери также известная как косинская икона получила свое название от деревни косина или модена где она впервые я появилась икона была найдена в 16 веке в пруду у деревни косина что неподалеку от москвы по преданию икона чудесным образом всплыла на поверхность воды и местные жители пораженные этим явлением воспринимали это появление как знак свыше сразу после обретения иконы начались многочисленные исцеления что привлекло к ней массу паломников модернская икона божьей матери быстро прославилась своими чудотворными свойствами к ней обращались за помощью в случаях тяжелых болезней бедствий и жизненных невзгод на протяжении многих веков верующие свидетельствовали об многочисленных исцелениях и чудесах связанных с этой иконой считается что модернская икона особенно помогает в исцелении от болезней спасение от бед и в укреплении семьи 3 июля в день празднования в честь модернской иконы божьей матери во многих храмах и монастырях проводятся торжественные богослужения верующие собирается что и пощить предсвятую богородицу и вознести молитвы перед ее чудотворным образом в этот день священнослужители считают акафис божьей матери и совершают крестные ходы с иконой модернская икона божьей матери изображает пресвятую богородицу с младенцем иисусом на руках и образ наполнен духовным светом и спокойствием лики богородицы и младенца отличаются особой нежностью и любовью что придает иконе особую атмосферу тепла и покровительства этот образ является символом материнской заботы и небесного заступничества праздник в честь модернской иконы божьей матери имеет большое значение для православных христиан этот день напоминает верующим о силе молитвы и о том что пресвятая богородица всегда готова прийти на помощь в трудные моменты жизни празднование иконы укрепляет веру и наполняет сердца людей надеждой и любовью на праздник модернской иконы божьей матери верующие соблюдают несколько традиций и одной из них является освящение воды в храмах считается что эта вода обладает целебными свойствами и помогает в исцелении от болезней также в этот день принято делать пожертвования и помогать нуждающимся проявляя милосердие и сострадания ближним девочки и мальчики в описании к этому видео мы оставим вам слова молитвы модернской иконы божьей матери вас будет желание настроение обязательно прочитайте также обязательно сходите в церковь храмы и помолитесь а также поставьте свечку за здравие себя и своих близких обращаем ваше внимание что 3 июля в этом 2002 чертом году у нас выпадает на среду и вы знаете что это у нас с вами пропадок продолжается петров пост для православных верующих полагается строгий пост сухое день я числе прочих прочих запрещенных продуктов также является и рыба помните о том что в православии среда это постный день вспоминания предательства иуды каждый день в народном календаре имеет свое особое значение и связанные с ним традиции 3 июля отмечается праздник посвященный священномученику мефодию который в народе известен как мефодий перепелятник или по-другому назвали этот день как паутинный день этот день связан не только с почитанием великомученика но и с охотой на перепелов а также с приметами которые помогали предсказать погоду и удачу на предстоящий год праздник мефодия перепелятника пришел к нам из глубокой древности в этот день охотники отправлялись на поля чтобы поймать перепелов по народным поверьям если удавалось поймать хотя бы одну птицу то это говорила о том что весь год будет удачным считалось что перепела в этот день становились менее подвижными потому что были сытыми от поспевающих колосьев пшеницы ловить их руками было не только возможным но и считалось даже хорошей приметой перепела в этот день становились символами удачи и благополучия поэтому наши предки верили что тот кто поймает перепела в на мефодия весь год проведет как сыр в масле то есть ему будут сопутствовать удачи во всех начинаниях а деньги не переведутся в доме другое название праздника 3 июля паутинный день связано было с природными наблюдениями считалось что в этот день пауки начинают плести свои паутины особенно активно ибо не можно было судить о погоде если паутина была густой и хорошо заметной ожидали хорошую погоду если же паутины было мало или она была разорванной это предвещало перемену погоды и возможные дожди народные приметы связанные с перепелами и паутина играли важную роль в жизни наших предков они внимательно наблюдали за природой и делали выводы о предстоящих событиях если в этот день удавалось поймать перепела это означало не только личную удачу но и хорошие перспективы для сельского хозяйства богатый улов перепелов символизировал богатый урожай и благополучие в доме на мефодия перепелятника в деревнях проводили различные обряды ритуалы направлены на привлечение удачи и благополучия например считалось хорошей приметой умываться росой в этот день это сулило здоровье и красоту на весь год также в этот день люди устраивали различные застолья праздничные застолья на которых делились своими успехами и планами на будущее в этот день знахари раздавали охотникам особую траву известную как комока трава собранную во время петрова поста за травой отправлялись на закате солнца затем я сушили и хранили в коровьих пузырях считалось что ружье окуренное именно этой травой стреляет без промаха и приносит охотнику удачу однако получить эту волшебную траву было непросто знахари раздавали и только тем охотникам которые им понравились и заслуживали доверия дети на мефодия обращались к лесному эху чтобы узнать о предстоящей погоде они кричали гнилая колода гнилая колода будет какая завтра погода если будет отгукнись а не будет заикнись если слышался чистый звонки отголосок это означало что ближайшие дни будут теплыми и ясными неясные глухой отголосок предвещал дождь согласно верованиям наших предков эхо это голос нечистой силы если его слышали у воды то это отзывался водяной в лесу леший у домов домовой у авин авинник у бань банник эти мифологические существа были неотъемлемой частью народных поверье и обрядов одной из важных примет на мефодия перепелятника были наблюдения за пауками считалось что пауки лучше любого барометра предсказывают погоду на ближайшие два-три дня если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых то будет дождь или сильный ветер перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели если паук плетет сети с особым старанием то наступает ясные солнечные дни старину крестьяне начинали утро с посещения церкви они зажигали свечи и молились святому мученику мефодию прося него содействия в семейных делах и здоровья для ближних этот день был наполнен благовением и благодарностью за каждый день новой жизни на мефодия перепелятника хозяйки старались приготовить блюдо из перепеленного мяса которые охотники заготавливали заранее перепела считались символом удачи и благополучия поэтому их мясо было желанным на праздничном столе в этот день люди занимались своими обычными делами мужчины трудились в поле женщины да и занимались домашними хлопотами хотя на мефодия перепелятника рекомендуется пойти на охоту охотиться следует не на птицу в этот день также начинала заготовка лекарственных растений которые пригодятся осенью и зимой заготовлены в этот день травы считались особенно целебными и эффективными в лечении различных болезней согласно традициям 3 июля следовало подкармливать бездомных животных лучше всего для этого использовать остатки пищи с домашнего стола так как выбрасывать еду в этот день не советовали наши предки этот акт милозердия и заботы о братьях наших меньших помогал привлечь удачу и благополучие в дом существует поверье что семейной паре которая долго не может зачать ребенка в день мефодия перепелятника следует съесть по ножке перепела а сердечко птицы закопать около цветущего растения такой ритуал по народным приметам приносит радостные новости о скором пополнении в семействе 3 июля отмечают именины множество имен среди которых андрей афанасий глеб дмитрий иван инна мефодий на ум николай рима и фома люди рожденные в этот день 3 июля заслуживают особого уважения они настоящие труженики и талантливые изобретатели которые всегда доводят начатое до конца эти люди умеют любить и ценят настоящую дружбу что делает их замечательными друзьями и партнерами 3 июля в день мефодия перепелятника существуют определенные запреты и приметы которые было важно соблюдать чтобы избежать неприятностей и привлечь удачу в этот день категорически запрещено охотиться на птиц и есть блюда из птичьего мяса за исключением перепелов народная примета гласит что те кто ослушается этого запрета столкнуться с рядом неприятностей и невзгод если же на столе все-таки оказалось птичье мясо его следует немедленно скормить животным перепела наоборот символизирует удачу и радость поэтому они являются исключением из этого правила где мефодия перепелятника не рекомендуется трогать пауков считается что это может накликать беду вызвать горести привлечь финансовые проблемы пауки в этот день является своего рода предвестниками погоды и лучших было их оставить в покое также не рекомендуется отправляться в дорогу без уверенности что там ждут путь может оказаться пустым и бесполезным а также может быть сопряжен с кражами и обманами планируйте свои поездки заранее и убедитесь что цель оправдывает средства если женщина узнала своей беременности именно 3 июля не стоит никому рассказывать об этом даже самым близким и родным считается что разглашение этой новости может сделать будущего ребенка очень застенчивым и неуверенным в себе не рекомендуется в этот день игнорировать подсказки интуиции интуиция в этот день 3 июля особенно обострена и не подведет вас тот кто пойдет против ее советов рискует оказаться в сложной ситуации с которой будет трудно выбраться запрещено было трогать и в этот день отложенные деньги иначе в скором будущем придется срочно их доставать однако есть способ увеличить неприкасаемый денежный запас этого нужно рассказать кому-либо о своих должниках даже если долг небольшой считается что в этом случае домовой придет на помощь и улучшит даже финансовое положение не стоит есть куриные яйца в сыром виде в этот день так как существует примета что от этого пропадет голос на длительное время перепелиные яйца напротив выпитые натощак принесут здоровье и счастье а вот семейной паре которая долго не может зачать ребенка 3 июля наши предки считали следует избегать мясо животных и спиртных напитков этот запрет связан с верой в то что соблюдение этих ограничений принесет удачу в вопросах зачатия вот такой друзья у нас с вами день 3 июля по народным приметам традициям и обрядам и надеемся друзья что наши наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на наш канал она прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна которые вы видите на экране это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам друзьям мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео